Сейчас около месяца растут этот вид до пяти метров. Было интересный тот факт, что у них пуповина не шнурочком, а широкой лентой. У них остаётся вот такая трещинка, там где была пуповина, а потом она зарастёт. Получить потомство нильских крокодилов в неволе очень сложно, рассказывают работники Харьковского зоопарка. На воле нильские крокодилы, чтобы произвести потомство, яйца откладывают в гнёзда и хребтили строят на суше. Однако Джема, это мама новорождённых крокодильщиков, из-за стеснённых условий и невозможности построить гнездо, свою кладку три года подряд сбрасывала в воду. Из-за этого яйца погибали. В этом году получилось, что она только отложила, и мы сразу забрали их. И так как яйца покрыты плотным слоем желеобразной массы, то вода не смогла попасть на яйца. Положили мы в инкубатор не все, только шесть, из-за невозможности потом куда девать малышей. Ну вот, вышло чудом два крокодильщика. Было интересно, что теперь мы знаем сроки инкубации. Хотя крокодильщикам всего месяц от роду, ведут они себя, как бывалые хищники. Их рацион составляет мясо, рыба, кузнечики и саранча. Всё как у взрослых крокодилов. Разница лишь в размерах порции, рассказывают работники зоопарка. Появление на свет детёнышей низкого крокодила в Харькове – пока единственный случай размножения этих рептилий в зоопарках ближнего зарубежья. Радость, конечно, такого, во-первых, не было. Во-вторых, не по телевизору посмотреть так, как оно в природе происходит. Это же так показывают, то комбинированные съёмки, то там что-то сделали. А тут вот оно, открываешь, а он оттуда квакает. Приятно было. Маму маленьких крокодилов зовут Джема. Ей 16 лет. А этот почти 50-килограммовый нивский крокодил – папа Сеня. Ему 12. По человеческим меркам, они слишком молодые родители, говорят работники зоопарка. Это сейчас Сеня – крупный, упитанный крокодил. Ещё пару лет назад в Харьковский зоопарк Сеня попал голодным и замученным. Из-за того, что бывшие хозяева содержали его в маленьком аквариуме, плохо кормили и недостаточно освещали его жильё, кости Сени деформировались, а нос, который упирался в стенки аквариума, искривился вверх. Сейчас Сеня – красавец. Из-за вздёрнутого носа в зоопарке его называют курносой. В таких вот стеснённых условиях невольных, как наши крокодилы, у них проявилось как бы такое отношение друг к другу уже нежное. Но не знаю, с чем это связано. Вот, например, самка, она может доставать у самца еду изо рта, поэтому мы их кормим в разных точках. Она просто залазит ему на голову и забирает у него изо рта всю шею хужество. Он никогда рот не закроет, ничего не мешает. Если потомство харьковских крокодилов не захотят приобрести или обменять на животных другие зоопарки, малыши останутся в Харькове. Семейству нильских крокодилов обещают построить новый вольер с большим бассейном. Ирина Сайко, Медиагруппа «Объектив».